ЦТП номер 4. Бывшая угольная котельная, переформатированная в бойлерную. Вот так выглядело ее сердце, утепленное лет пять назад строительной пеной. На этом оборудовании котельная работала все зимы до прошлого года. В новом отопительном сезоне бойлеру был вынесен диагноз – ограниченно работоспособный. Вот пока надо разбираться. На этой неделе на котельной проведут технический аудит. Об этом был запрос от самих инженеров ООО и КС Орехово-Зуева. Предложение озвучили и на встрече с генеральным директором управляющей компании «Консессионера». Лев Миронович, вот то, что мы сейчас будем ездить, ни одна котельная, ни одна котельная, за исключением новых БМК, не дает температурный режим, соответствующий ее технической нагрузке. Вторая история, обратите внимание, магистраль отсюда идет, она голая. Верховая. Да, верховая, она ничем не защищена. Еще и она теряется. Да, и она еще теряется, соответственно, поэтому, приходя к потребителю, там уже, соответственно, абсолютно ненормативная температура. А это уже Ликино-Дулева. Проблемная котельная номер три. Сегодня минут 16. Данный график должен быть 89 на прямой, правильно? Да. Час сколько? 76. Так, а сколько у нас сейчас подпитка? 90 кубов. Здесь расход превышает 2-3 раза. Доходило до 300 кубов в час. Для такой котельной это катастрофа. Подпитка 90 кубов – это потери воды в системе из-за утечек на сетях, как магистральных, так и внутри домов. Чтобы устранять часть из них, требуется остановка котельной. По понятным причинам этого сейчас не делают. Самая сложная ситуация в этом году на котельной номер 8 в Куровском, от которой запитан центр города. С начала января друг за другом произошли три аварии, которые привели к остановке котельной почти на сутки. В работу был введен сначала резервный котел, а затем очищенный, отремонтирован основной. Сейчас котельная работает на двух котлах, на пределе и без резерва. Сколько сегодня выгодили? 88? 80 я сейчас смотрю. Он постепенно после аварии с нее выжимал сначала 72, потом 76, потом разговариваем, говорит, я боюсь, но попробую. Вот фактически все, что они смогли с нее выжить. Но это верхний предел, все. Понятно, что, кроме того, делать что-то там срочное. Такой-то там ремонт определить в деньгах можно только сделать, что с коллегами говорят, нормальный анализ того, что здесь. Ну, а у них, да, вам, знаете, вы не можете сейчас делать диагностику, правильно? А они сейчас работают. Я говорю, то есть, вы можете сделать только один котел нельзя вставлять. То есть, только когда здесь напитанные перейдем, вы можете сделать нормальный диагностик. Сейчас вот эти два котла, какие-то минимальные по режиму. Ну, надо просто длить порядок денег на капремонт. И, грубо говоря, сколько этой инвестиций продержат ее, но только не как сейчас, а чтобы люди получили, конечно, температуру квартиры. Более детально план действий обсудили на встрече, которая состоялась в городе Куровское в 2024 году. На ремонтную программу сетей и котельных компаний и консессионерам выделяется 100 миллионов рублей. До конца этой недели будут сформированы предложения и по инвестиционной программе с включением в нее ремонт четырех проблемных котельных.